Момент истины Момент истины Момент истины Момент истины Сотрудники отдела экономической безопасности задержали чиновника Федеральной службы кадастра и картографии Минэкономразвития России Было принято решение о задержании подозреваемого с поличным На встречу с подозреваемым наш заявитель пошел уже под контролем сыщиков ОППК Юго-Западного административного округа Но как только чиновник получил 1 миллион 200 тысяч рублей, он был задержан сотрудниками московской полиции Тишину в здании Клинского управления Росреестра нарушает громкий топот бойцов спецназа Несколько оперативников без стука врываются в кабинет руководителя организации Валерий Долженков таким вниманием полицейских смущен В пакете ровно 1 миллион 200 тысяч рублей По версии следователей, именно в такую сумму начальник районного Росреестра Оценил свои услуги по ускоренному оформлению объектов недвижимости Это задержание оперативники столичного управления экономической безопасности провели еще в августе Молодой человек Никита Данилов, специалист Росреестра Он не стал скрывать от полицейских, что же у него в сумке Есть что-то при себе незаконно полученное? Денежная сумма А какая сумма? 150 тысяч рублей Было принято решение о его задержании с поличным На встречу с подозреваемым заявитель пошел под контролем наших сотрудников Сделка проходила в автомобиле И как только подозреваемый получил деньги, обещанные 150 тысяч рублей Он был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Это видео со скрытой камеры, записанное за пару минут до ареста В руках чиновницы белый пакет, внутри 1 миллион 300 тысяч рублей Полицейским в буквальном смысле пришлось хватать пару за руки Стойте, стойте Стойте, стойте По версии следствия, крупную взятку Ольга Жданова получила за ускоренную регистрацию земельных участков в Московской области При получении взятки в размере 200 тысяч рублей задержан начальник административного отдела архангельского филиала кадастровой палаты Операцию провели сотрудники регионального ФСБ По версии следствия, Сергей Обозный требовал деньги у представителя организации, с которой заключен договор на оказание различного вида услуг и своевременное подписание актов за выполнение работы Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату Если вы столкнулись с беспределом в суде Если вы испытываете незаконное уголовное преследование Если вы встретились с произволом чиновников Если вам есть что рассказать Звоните в редакцию Между тем, напомним, что Игорь Васильев, назначенный не так давно на пост временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Вместо уличенного в коррупции Никиты Белых, руководил Росреестром с марта 2014 года На этот период приходится большая часть показанных нами коррупционных скандалов чиновников Росреестра Выходец из органов госбезопасности Васильев пришел в Росреестр на место скандально уволенной Натальи Антипиной Причем он же, будучи членом счетной палаты, вместе с подчиненными и выявил нецелевое расходование бюджетных средств в Росреестре на 24 миллиарда рублей, подсидев тем самым Антипину Однако, как сообщил источник ведомствия, особым моментом в жизни Росреестра является сентябрь 2015 года Когда советником Игоря Васильева был назначен Костеров Максим Евгеньевич Это молодой человек 77 года рождения, бывший сотрудник отдела М-Управления ФСБ России по Москве и Московской области Находится в теплых дружеских отношениях с Медоевым Маратом Игоревичем Помощником руководителя ФСБ по Москве и Московской области Алексея Николаевича Дорофеева Еще более явно наслед ФСБ в том, что происходит в Росреестре, указывает следующая деталь Сергей Королев, бывший советник скандального министра обороны Сердюкова, назначенный в июле этого года начальником службы экономической безопасности ФСБ России, является крестным отцом Марата Медоева Что же конкретно происходит в Росреестре и какова роль озвученной группы людей? Между тем, в интернете масса негативных отзывов и комментариев граждан о поборах и произволе в работе Росреестр Даже рядовые сотрудники регистрационного ведомства рассказывают о незаконном обороте средств, взимаемых за различные регистрационные действия То есть, работает налаженная и контролируемая система Так это или нет? Официально дать ответ пока не представляется возможным Но звучащие в СМИ расценки, например, за ускоренное оформление договоров, долевого участия в строительстве, могут варьироваться в пределах 500 тысяч рублей с одного многоквартирного дома В случае отказа от оплаты заявителю грозит до трех месяцев ожидания регистрационного действия В разных отделах работают различные схемы Чаще всего регистрация подлинных документов приостанавливается по каким-то основаниям или вообще отказ вносится Какие основания? Да какие угодно Всегда в документах найдется запятая, в которую можно привязаться Консультации давать регистратор права не имеет Но может направиться к определенному сотруднику или вообще к начальнику отдела А там уже сами как-то Я не знаю, кто о чем там говорит, может отправлять к своим юристам или консультантам визитку там Ну и так далее А в юрфирме уже объясняют, что и как И что можно в короткие сроки с гарантией Ну и так далее Где-то вообще регистраторы сразу визитку и дают И куда обратиться, если хотите Чтоб все у вас соответствовало закону В СМИ звучат и другие способы темневого заработка для чиновников Росреестра Так, например, в Москве по адресам улицы Нижняя Красносельская, дом 35 И Бауманская, дом 9 Шесть объектов недвижимости в одночасье увеличили свою площадь в три раза Вместо 8 тысяч квадратных метров в кадастре теперь значится 28 тысяч Кроме этого, каждое здание прибавило в высоте по 5-7 этажей Вероятно, чрезмерная лояльность служащих Росреестра позволила так раздуть площадь зданий По мнению специалистов, эта лояльность обошлась заказчикам в сумму порядка 4 миллионов долларов А учитывая ориентировочную стоимость квадратного метра в этих районах Москвы Такая сумма видится весьма прибыльной инвестицией Непонятно, правда, кто будет отвечать за ущерб, причиненный городу, который исчисляется миллиардами рублей И с кого спросить, если эти самовольные семь этажей, в которых живут люди, сложатся как карточный домик? Возвращаясь к тезису о налаженной системе поборов, надо отметить, что далеко не все руководители территориальных отделов Росреестра вовлечены в эту систему По мнению многих журналистов, несогласные участвуют в схеме поборов, поспешно заменяются на лояльных Так, вместо уволенного Игоря Майданова руководителем московского Росреестра назначен лояльный к власти Костерова и Медоева Кирилл Макеев А ему в помощь директором кадастровой палаты по Москве Александр Широкорад Причем последнего так торопились назначить, что забыли даже согласовать с курирующим от ФСБ отделом П Руководитель Росреестра по Московской области Сергея Богданова тоже не обошла мимо кадровая чехарда Максима Костерова За последние 10 лет ни один из руководителей этого структурного подразделения не ушел со своей должности по своей воле В отношении большинства руководителей были возбуждены уголовные дела Поэтому Костеровым и Медоевым была предпринята попытка обратить Богданову в свою, так сказать, веру Как только с ним не работали и убеждали на словах и отправляли в командировки в другие регионы И как раз во время одной из таких командировок Костеров поменял заместителя Богданова на лояльного себе человека Который за время пребывания Богданова в командировке умудрился поменять большую часть людей в подмосковном управлении По некоторым данным, принимать кадровое решение Костерову помогает директор департамента кадров Минэкономразвития Котцев Константин Эдуардович А общую поддержку оказывает заместитель министра Игорь Александрович Рева Его, кстати, пророчат на освобожденную Васильевым должность руководителя Росреестра Иными словами, перспектив глобальных изменений ведомства в ближайшее время ожидать не стоит Поскольку оно так и останется в руках той же организованной группы, которую мы назвали в этом фильме Чего бы на самом деле очень не хотелось Согласно дорожной карте, уже в следующем году срок регистрации прав собственности и кадастрового учета должен сократиться почти вдвое А к 2018 году достичь целевых показателей в 7 и 5 дней соответственно При этом доля электронных госуслуг должна увеличиться более чем в 7 раз, до 70% Это позволит России улучшить свое положение в рейтинге Doing Business по регистрации собственности на 13 позиций и занять четвертое место А на фоне выявленных нарушений при расходовании бюджетных средств в Росреестре Еще при Игоре Васильеве ситуация складывается совсем удручающе Росреестр генеральная прокуратура проверяет после дела капусты Выясняется, только в рамках контрактов с ГЛОНАССом Росреестр Со спутниками земли нашей ведьмы составляем кадастры, реестры Потери под миллиард по итогам исполнения, а точнее не исполнения контрактов с участием ГЛОНАССа Почти миллиард убытков Попробуем подсчитать масштабы МЗД сами, исходя из имеющихся данных Например, в Московском управлении Росреестров только порядка 12-13 округов Плюс кадастровая оценка, плюс кадастровая палата, плюс отдел сооружений и капитального строительства Даже если просто взять средний размер взятки, то сумма, собранная одним отделом в месяц, составит порядка 200 тысяч долларов Умножаем это на 13 округов Получается совсем недурно, не так ли? И это без учета профильных отделов и кадастровой палаты А сумму в 200 тысяч долларов мы взяли не случайно На этой неделе в Москве задержаны двое сотрудников столичного Росреестра Их обвиняют в получении взятки 350 тысяч долларов вымогали у компании за свидетельство о регистрации прав на недвижимость Около 23 миллионов рублей Небывалый размер взятки даже для Москвы С поличным взяли исполняющего обязанности начальника отдела регистрации прав на недвижимость По северо-западу столицы Романа Аушева и его зама Палферова Столько стоил один единственный листочек бумаги Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату Если вы столкнулись с беспределом в суде Если вы испытываете незаконное уголовное преследование Если вы встретились с произволом чиновников Если вам есть что рассказать Звоните в редакцию За последний год сумма взяток в Росреестре увеличилась многократно Что подтверждают многочисленные уголовные дела Возбужденные за последнее время и не только в Москве и в Московской области Связано ли это как-то с той командой, которая сейчас у руля Росреестра? Оставим этот вопрос для правоохранительных органов Пока мы готовили этот материал Источник, близкий к следствию, сообщил еще об одной поимке коррупционеров Чиновники Росреестра по юго-восточному округу столицы Заболотный и Ливандовская Обвиняются в мошенничестве с использованием должностных полномочий Из рассказанного можно сделать разные выводы Но уже совершенно очевидно, что ведомство не подготовлено Ни к переходу на единый государственный реестр недвижимости Ни к объединению Росреестра и кадастровой палаты Ни к иным мероприятиям, заложенным в дорожной карте С высокой долей вероятности, после выхода этого фильма Максим Костеров будет назначен на другую должность в Росреестре Вероятно для того, чтобы меньше привлекать внимания к своей персоне Но ведь от этого ситуация не поменяется Показательными являются опасения первого вице-премьера Игоря Шувалова за работу Росреестра Когда-то это был Минфин Потом Росимущество Затем налоговая служба А теперь все почему-то так стремятся в Росреестр Сказал он на коллегии Минэкономразвития в начале этого года Ни к одному подразделению других органов власти в регионах такого интереса нет Надо это дело исследовать серьезно В том числе с правоохранительными органами Подчеркнул первый вице-премьер Надо сказать, что не только Игорь Иванович обратил внимание на бардак, происходящий в регистрационном ведомстве Третье лицо в Российской Федерации, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Сделало серьезные заявления по проблемам Росреестра За регистрацию каждой квартиры при купле-продаже вымогают деньги в разных регионах От 50 до 150 долларов США В госорганах регистрации коррупция цветет пышным цветом Причем схемы придумывают такие хитрые, что за руку не поймаешь Возмущается спикер Совета Федерации Возникает вопрос, почему советник акс-начальника Росреестра Игоря Васильева Господин Костеров Вместо того, чтобы быть уволенным вместе с своим руководителем Выведен в кадровый отдел ведомства Не для того ли, чтобы при назначении нового руководителя Снова стать у него советником И вернуться к фактическому руководству ведомства Как это было при Васильеве А самое главное, почему, несмотря на недовольство Валентина Матвиенко и Игоря Шувалова Несмотря на десятки публикаций громких разоблачений И коррупционных скандалов в ведомстве Тем не менее, на должность руководителя Планируется к назначению Один из предполагаемых участников схемы поборов Рева Игорь Александрович Мы продолжим журналистское расследование И постараемся ответить на эти вопросы Но хочется, чтобы в первую очередь Об этом позаботились, наконец, в Минеке Пока это не стало заботой следственных органов и ФСБ Субтитры создавал DimaTorzok